Кузнецов Вадим Викторович, 15 лет. Родился пятницу 13-ю на Старый Новый Год, 2006 года, рост 1,65 м, среднего телосложения, волосы русые, темно-русые. Утром, как обычно, я встала, собралась на работу. Он говорит, я пойду в школу. Я говорю, Вадим, ну ты же еще болеешь. Говорю, что ты в школу-то пойдешь? Завтра пойдешь, говорю. Я говорю, завтра вас выписывают, а завтра пойдешь. Нет, я пойду сегодня. Я говорю, ладно, не хочу ругаться. Хочешь, иди. Я пошла в комнату и смотрю, пенал его лежит. Ну, я до этого не заходила в его комнату, как бы, зачем мне. Смотрю, пенал на столе лежит. И тут я начала звонить. Я говорю, Вадим, ты вообще где? Он сначала трубку не брал. Около 11 я ему дозвонилась. И он мне, я говорю, Вадим, ты где? Я в городе. Я говорю, ты что в городе делаешь? Я по делам. И в три часа у него выключился телефон. Вообще был недоступен. Ночь не приехал ночевать. Ребята обходили практически каждый дом, обходили соседние населенные пункты, рассматривали движения, отрабатывали по железным дорогам. Это и осмотр таких очевидных и неочевидных мест, да, где могло быть совершено преступление. И где, соответственно, возможно, могли бы найти какие-то останки или еще что-то, да. Никаких зацепок. Это и очень настораживает. То есть именно это очень сильно настораживает, что нету никаких свидетельских показаний. В России сейчас пропадает 50 тысяч детей в год. Это 50 тысяч заявлений по всей территории. Сколько из них находится, а сколько остается вот как у вас на стене? Ненайденными. Число от нескольких сотен до полутора тысяч. Либо ненайдены переходят на следующий год, либо это дети, которые были найдены, но погибли по тем или иным обстоятельствам. Пожалуйста, кого вы ищете? Ищет дочь Алешину Наташу, 90-го года рождения. Тут уже полтора года нет никаких звонков, нет никакой информации. Я предполагаю, что, возможно, ее сдали в приют под другой какой-то фамилией. Ей 10 лет сейчас. Мы живем в городе Тверь. Я уверена, я убеждена, она жива. Я убеждена, что я ее найду. Я помню все. Я помню, как будто это было вчера. Вчера. Не то, что прошло там 22 года, казалось бы. А для матери нет. Вот эти 22 года, как будто вчера. Это был ужасный день. Это 12 мая. Был очень холодный снег. Выпал снег, и было очень холодно. И вот с того дня моя жизнь остановилась. Я хорошо помню, она пришла с гимназии, первый класс, рядом с домом. Я приготовила обед, она поела. И впервые в жизни она попросилась гулять, что меня странным образом удивило. Одна. И она пошла гулять с группой продленного дня. Группа ушла продленного в гимназию, а Наташа пропала, она не пришла домой. Весь город, народа знакомых много. Все приехали, все предлагали свою помощь. Прочесывали колодцы, леса, чердаки. Искали тело. А это дело об убийстве. А кто ее убил? Вот искали. Кто убил? Искали тело. Вы убили ребенка. Вы закопали тело. Где вы закопали тело? Понимаете, это было просто. Я до сих пор после этого вопроса, мне плохо становится. Просто же. Я до сих пор, у меня сейчас даже душа с ним переваривает. Даже в глазах, где мне этот вопрос. Как это можно? Вот просто, честно. Я вот просто себе представить не могу. Как это возможно? Прямо напрямую. Вы закопали. Я говорю, как? Вы убили. Все сарай открывали, все. А куда залезали? Ой, в погреб дома залезали. Они мне выдвигали такую версию, типа, вот у них есть сведения, что Вадим вернулся домой. Вы знаете, где он? Я говорю, а если он вернулся, а где же он тогда? Типа, вы что-то скрываете. Он вернулся, типа, и не знаю, что-то, может, сделала я с ним или еще что-то. Я говорю, ну, если он вернулся, где он? Что-нибудь делаешь, делаешь, и как, вот, знаете, в ступор впадаешь, и вот электричка пришла, и мне кажется, вот сейчас, раз, он. Идешь даже, вот, просто подросток идет, например, и мне уже кажется, что это Вадим. Я иной раз даже ловлю себя на мысли, что как галлюцинации. Ну, конечно, я внутри, понимаешь, что мне, естественно, будет в каждом казаться. Ну, я иной раз даже вот просыпаюсь в среди ночи, там, последняя электричка пришла или первый раз, подойду к окну. Думаю, а вдруг? Для меня он живой, понимаете? Я это верю и чувствую, просто как мать. Я прекрасно, дальше этого не может произойти с моим сыном. Просто вот. Ну, не может. Я чувствую, что он живой, и все. Я уверена, что не сегодня, а завтра, да, я понимаю прекрасно, что уже столько времени прошло, очень много. Я это соображаю, и, ну, раз, да, бывает, накатывает. Но, вы знаете, я пойду в церковь и ставлю свечку каждый день за здравие и молюсь, у матрёнышки прошу. Я знаю, что он живой. Живой. А через несколько дней поисков я поняла, что моя дочь жива. Что ты ищешь? Какое тело? Твоя дочь жива. Твоя дочь жива. Ты не нашла тела. Молись, жди. И вот это важно. Молись и жди. Ну, вы знаете, я в каждом ребёнке видела Наташу. Я всегда спрашиваю, сколько тебе лет. Восемь с половиной искала. Мне было интересно, как ребёнок восемь с половиной лет, ну, соображает. Я приставала к детям, к чужим детям. Девочки, девочки, а сколько вам годиков? Скажите, пожалуйста. Восемь, девочки. Вот так вот. Спасибо, девчонки, будьте здоровы. Ну, вот-вот, да. 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 А в каком вы классе учитесь? Второй. Второй. Она пошла мне с восьми лет. Молодцы. Пятёрок вам побольше. Как раз у нас сегодня изучили акцент. О, да, доча, где же ты? А вот, везде Наташа. Везде Наташа. Везде Наташа. Везде. Да, это был полироид у Наташи. Это везде Наташа. Везде Наташа. Она говорила, мне ничего не надо, мне лошадь купи. Вот лошадь. Это было самое... И коллекция лошади. Она... Где мы отдыхали, она только лошадей покупала. Я тоже, помнишь, каталась в первое время на лошадях? Да, всегда каталась. Мы с тобой ездили туда на... А помнишь, ты меня лошадь просила сама тебе купить? Любовь к Анне, к моей приёмной дочери, я всегда хотела и делала, и старалась сделать ей много хорошего. Потому что я понимала, чем я больше сделаю вот этому ребёнку в сироте, которую в жизни-то мало чего видела, ну, до десяти лет. Значит, и моей дочери кто-то что-то сделает хорошее. Вот появление Анны, это было отражение Наташи. Мне было трудно переключиться от Наташи к Анне. Но с годами она забрала всё у меня время. И мне меньше надо было думать о Наташе. Потому что эпилепсия, противоэпилептический каждый божий день. Реанимация, эпистатус. Вот я заметила во время интервью, и сейчас даже всегда, когда я даже сдаю вопросы про Наташу, вы как-то переходите на Анну. Можно ли, да, сказать, что Анна заполнила эту пустоту? Заполнила. Это даже, ну, это сто процентов. Конечно, мы с Анной уже двадцать лет дочь вместе. Двадцать лет днём и ночью. У Бога нет. У мёртвых все живы. Что у неё будет вся семья. А когда ты не видишь, они у Бога все живы. Придёт. Все соединятся с ими. Просто всему своё время. Мам, мечтаю, чтобы Наташа вернулась, чтобы вся семья соединилась. Ты её своей сестрой называешь? Ну, конечно. Сиди, садись. Там на уголок Вадик сядется, а вы, Макс, можешь на другой стул съесть. Макс, на уголок Вадик сядет. Чашку я поставила Вадиму. Потому что мы до сих пор ждём его и всегда даже вот, ну, во всём, как говорится. И стол накрываю, и салатики там или что-то делаем. У меня даже вот остался с Паски кулич. Паска была, и вот мы Вадиму оставляли. До сих пор этот кулич лежит. И вот как отрезали на Паску, так вот до сих пор и лежат эти кусочки с куличом. Но мы не веем, мы знаем, что он вернётся. Это однозначно. Потому что не может быть такого. Было плохо, было тяжело. Но не так. А вот эта неизвестность, где, что, как и что с ним. Иксын-то ли он, накормленный. Дети сидят там, кушают йогурты, там фрукты. И думают, а вдруг у Вадима даже куска хлеба нет. Вы представляете, он даже такой в голову приходит. А вдруг он где-то, что у него даже куска хлеба нет. Либо кто-то где-то он, кто-то его держит. Я не знаю где. Либо он не помнит. Он, может, и хочет вернуться. Но вот у меня складывается впечатление, что что-то произошло такое, что либо память он потерял, либо частично. Вот у нас есть газеты, где журналисты тверские писали. «Семь лет в ожидании дочери». Здесь о Наташи, о моей Ане приемной. А прошло 22 года. Еще такой заголовок. Красный, яркий. Вот эти вот семь лет смотрятся, как уже что-то такое. Ну да, что вроде как вот-вот должно прийти. Но это семь лет. И каждый раз, я когда была семь, там восемь, думаю, еще вот годик, все будет хорошо. Еще восемь, еще годик, все будет хорошо. Так, вот ей будет восемнадцать, уже будет хорошо. Вот столько будет хорошо. И конца и края нету. А сейчас как думаете? А сейчас она мамочка родила деточек, деточки маленькие, деточек поставят на ноги и начнет маму искать. Моя дочь в моих глазах не выросла. Я не представляю, какая она. Не представляю. Но я полагаю, что это красивая девушка. Я полагаю, что это красивая, воспитанная, наверное, образованная. Так хочу, чтобы... Я мечтаю, хочу, верю, надеюсь. Я бы ноги целовала этой матери, которая воспитала Наташу. Я так думаю. Я бы хотела так думать. Я бы ей целовала ноги, да. А какой у вас максимальный был срок, когда ребенок возвращался с живым? Ну, вот, наверное, полтора года, где-то так, да. Да, да. Были случаи меньше, там, около года, несколько месяцев. Полгода у нас один тоже мальчик. Полгода его не было. Девочка одну искали, четыре с половиной месяца. Никаких вестей не было. Поэтому такие случаи бывают. К ясновидящей мы начали уже обращаться буквально в течение, там, десяти дней не прошло еще. Первая ясновидящая с Алтая, бабушка там, она сразу сказала, что у нее что-то с головой произошло. И много к кому еще обращались, и на сайтах я обращалась. Каждый раз, не знаю, вот, почему, ну, я вот, ну, не знаю, почему, вот, как, будто я чувствую, что где-то вот он, ну, не могу понять, где. Дай мне фотографию. Задуй. Не найдем мы его. Почему? Не найдем. Первое, что я почувствовала, его нет. Он уже не здесь. Его нет. Нет живых. Там, где вот сейчас, это темно. Это где-то яма под землей. Там шумит лес. Уверена. Все равно я дальше уверена. Не знаю, почему, Настя. Может, это, как говорится, материнская, но я не знаю. Ну, понимаешь, как внутрь, мое, ну, не знаю, почему. Все равно я уверена, что он живет. Вы не жалеете сейчас, что вы об этом попросили? Нет, не жалею. То есть для вас каждая зацепка? Да. Я верю в ясновидящие, но тоже бывает, и ясновидящие ошибаются. А дальше вы будете еще обращаться? Да. 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 У Николая чудотворца просить, пойду в церковь, чтобы сын нашелся. Да я каждый день с работы еду, останавливаюсь возле церкви и прошу, Господи, помоги моего сыну. Дай ему силы, здоровья, чтобы он вернулся домой. Каждый день, молюсь, прошу. Бога. У меня только одно желание, чтобы один нашелся. Больше нет ничего. Сколько лет еще будете ждать? Всегда, пока я жива. Пока я жива. Но у меня есть мечта. Ну, я бы хотела, чтобы она сбылась. И я так думаю, все-таки мечты сбываются. У меня много в жизни сбылось, мысль материальная, чтобы Анна с Наташей была рядом. Потому что Анну нельзя одну оставлять с ее тяжелым недугом. Но я не вечная. Я могу идти в любой момент, да, вот. И, конечно, они нужны сестра, чтобы они жили вместе. Я уверена. с вашей помощью, с Божьей помощью. Я думаю, мы найдем ребенка. Потому что так не должно быть. Просто не должно. Ни он, ни я бы не сделали. А он ребенок, он еще ничего плохого не совершил за свою жизнь. Просто ничего. Я буду терпеть, я буду ждать, я буду искать. У меня есть ради кого жить. Бог даст, найду. Этот цветочек Вадим привез 19 апреля, когда от бабушки приехал. И до сих пор этот цветок растет. И он так цвел летом. Это было что-то с чем-то. И как говорят, что если с цветами что-то случается с человеком, по приметам там или как-то, то с цветами что-то тоже происходит. Цветы погибают. Значит, с Вадимом ничего не могло случиться. Потому что цветы, говорят, они очень чувствуют. Мы сейчас уезжаем домой. Эта квартира у нас для Наташи. Мы ждем ее возвращения. То есть 22 года вот эта квартира здесь стоит? Да, 22 года она стоит, придет Наташу. Вот телефон, да, у нас. И Наташа, если придет? Ну, для этого у нас, Настя, для этого, что Наташа придет, да. Да. Что вот, мы ждем. Видно, как вы считаете? Видно. Все вне. Пока тишина. Пока тишина. Ну, мы верим. Да, доченька? Позвони твоей сестра. Конечно. А когда заканчиваете искать детей? Никогда. Мы не заканчиваем искать детей. Никогда. По той причине, что мы всегда надеемся, что они вернутся. Даже если все обстоятельства говорят о том, что, скорее всего, это был несчастный случай, и есть великая вероятность того, что ребенок, например, утонул, но не был найден, либо какие-то другие были обстоятельства, мы все равно продолжаем его искать. Почему? Потому что не найдено его тело, не найдено его останков. То есть мы ищем всегда ребенка до конечной точки, до завершения истории. Пропавший без вести — это не приговор. Это пропавший без вести. Может быть, он погиб, а может, он вернется. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok